Привет, друг! Ты на канале J-Centers, меня зовут Джон Кормилицин, и это новостной CG-выпуск, где мы вместе с вами кратко рассмотрим недавние события и обновления в нашей индустрии компьютерной графики. На смену старого доброго OpenVDB приходит NeuralVDB. Новую технологию представила Nvidia. OpenVDB считается стандартом индустрии, предназначен для визуализации волюметриков, то есть облаков, дыма, огня и всего подобного. Но самый главный минус этого формата – долгий просчет данных, так что ему на замену ищут более производительные форматы. NeuralVDB должно в скором времени выйти в бета-тестирование, приблизительных дат пока нет. Для работы, естественно, задействован искусственный интеллект, куда же без него. По словам разработчиков, он сокращает объем памяти аж до 100 раз, а это означает, что его можно использовать в реалтайм. Ну и плавно переходя к следующей новости, формат OpenVDB был разработан DreamWorks Animation, который в конце этого года предоставит доступ к исходному коду своего рендера Moonray. Он использовался в мультиках «Как приручить дракона», «Тролли мировой тур», «Плохие парни» и все остальные проекты, что вы видели в шоу-риле. Nvidia представили Gaogan 360. Это нейросейт, с помощью которой можно прямиком в браузере накидать шикарную 8К-панораму, на что уйдет около 15-20 минут, конечно, если знаешь, что надо делать по итогу. В Телеграме появился бот для озвучки текста голосами из оригинального Warcraft 3. Кто-то пишет, что голос сильно синтезированный, а кому-то зашло. Ну он реально синтезированный, но это выглядит очень прикольно. Мы его уже опробовали на нашем канале, и вот результат. Вы на канале Джейд Сантес. Сегодня мы будем играть в блендер за инвакера. Нажмем пару кнопок миксера и зафаршируем сиви. И ссылочка в описании. Нам скинули видео, где с помощью Quick Edit расплывается секрет быстрого текстурирования в блендер. Эта волшебная кнопка позволяет связывать между собой 3D-пакет и 2D-программу по типу Photoshop. Скрин модельки из блендера отправляется прямиком в 2D-редактор. Затем обратно проецируется на модель и запекается в текстуру. В этом ролике рассматривается крита, но вместо нее можно попробовать тот же Photoshop, клип, paint, gimp и прочее. В Amniverse Audio to Face включили систему, которая определяет эмоциональное состояние персонажа по его голосу. И естественно сама подбирает подходящую анимацию лица. Реализована с помощью нейронной сети, но пока работает с косяками. Вышло обновление Substance 0.91 для блендер. В нем полностью переписали код программы. Это означает, что версии блендера, ранее 3.0, больше не поддерживаются. Но за счет этого повысилась производительность рабочего процесса. К тому же немного переработали интерфейс. Флагин бесплатный, предназначен для текстурирования и настройки материалов. На Seagraph 2022 продемонстрировали новый алгоритм по преобразованию чертежного 2D-рисунка в 3D-шку. Называется Summit Resketch. Сначала он подбирает симметричные штрихи, а затем выдает более связанную форму. И самое главное, его можно протестировать. В отличие от многих других. Код технологии забит на GitHub. Один из участников нашего сообщества скинул бесплатную базу PBR данных с открытым исходным кодом. PBR – это фотореалистичные или физически корректные значения материалов. То есть в библиотеку входит огромное количество информации, включая различные типы еды, кожу, металлы, пластмассы, воду и многое другое. Сохраняйте обязательно себе в заметке, чтобы не тратить время на подбор значений, а сразу вбить данные и уже потом докручивать до необходимого результата. Там есть удобный поиск, а еще, так как библиотека с открытым кодом, можно вносить свои корректировки. Unity опубликовали свою недавнюю разработанную систему волос на GitHub. В первый раз ее анонсировали в ролике Enemies. И вот недавно вышла еще одна демонстрация Lion, где значительно оптимизировали рендеринг реалистичного меха из миллионов волосков. Судя по описанию, сцена может работать со скоростью 30 кадров в секунду при разрешении 4К на PlayStation 5. Для ее создания были использованы инструменты Veta Digital, SpeedTree, Ziva, SynSketch и Unity Editor. Новая система также будет реализована в Unity 2023.1. Компания Ziva Dynamics объявила о выпуске Ziva Face Trainer. Это новая разработка по риггингу лица на основе машинного обучения. Технология основана на Ziva RT, которая, кстати, использовалась при создании львят. Она способна обучить любую модель самым сложным движением в режиме реального времени. Ziva Face Trainer построен на основе обширной библиотеки 4D данных объемом 15 терабайт. Сервис был протестирован на различных формах головы, как реалистичных, так и фэнтезийных, позволяя работать практически с любым персонажем. В Токио с 15 по 18 сентября пройдет выставка Tokyo Game Show VR 2022. Сейчас на видео-шоурил 21 года. Стоимость и отличие билетов можно посмотреть на сайте. Среди участников Кодзима Продакшн, Бандай Намко, Капком и другие. Шоу состоится в выставочном центре Махакари Месси. Ох, я бы сходил, конечно. Xiaomi представили своего робота-гуманоида Cyber One. Он умеет распознавать людей, жесты, да и в целом общее пространство. В основе его системы искусственный интеллект. Выглядит пока очень забавно и деревянным. С Boston Dynamics пока точно не сравнится. Совсем скоро стартует Epic Mega Jam 2022. Там можно будет создавать свой проект игры по заданной теме в Unreal Engine. Прием заявок на этот год начнется уже с 26 августа. Работать можно в команде до 5 человек или же в одиночку. Тема будет объявлена 25 августа. Перед подачей посмотрите все правила участия. Призов вроде как очень много, как и категории для выигрыша. На время участия можно получить лицензии Goudini Indie. Бесплатно пользоваться звуками и музыкой на We Love Indie. Все мегасканы Quixel будут бесплатными, а не платные. А, и еще множество халявного материала, лишь бы вы не сидели на жопке. Объединяйтесь, даже если не рассматриваете это как что-то серьезное. Зато получите огромный опыт. Один из YouTube-блогеров сравнил Daily2 и Meet Journey. Автор давал обеим нейросетям одинаковое описание, после сравнивал две картинки. Результат вы видите сейчас. Meet Journey показал себя не очень хорошо с абстракцией лица, хотя и выдал необычные арты. Тогда как Daily2 довольно хорошо справляется со всеми запросами. Фрукты Meet Journey оказались более красочными и выглядели очень необычно, в отличии от Daily2. Грустные котики, без которых никуда, были очень хорошо сгенерированы обеими нейросетями, хотя Meet Journey, опять же, немного ушел в абстракцию и котики получились не совсем реалистичными, да. А вот что у нейронок совпало, так это мороженка. Выглядит аппетитненько. Кстати, подписывайтесь к нам на второй телеграм-канал по нейросетям, там огромное количество разной прикольной информации. А еще люди пробуют делать прикольные арты с помощью Daily2, Meet Journey и других приложений. Яндекс представила новую функцию нейромузыка. Это бесконечные треки, создаваемые ИИ индивидуально для каждого пользователя. Разработанные компанией алгоритмы искусственного интеллекта позволяют генерировать мелодию в режиме реального времени. Там нет слов и пауз, но при этом есть различия в жанрах рок, хип-коп, поп, электроника или эмбиент. У кого Яндекс, музыка или станция? Как вам новая фича, пишите в комментариях. Мы тут на хабре нашли пост, где говорится, что для стартапа требовался дизайнер. А денег на иллюстратора, конечно же, не было. И по итогу на свободную вакансию решили взять нейронную сеть. Если вкратце, судя по описанию автора, чтобы полностью заменить квалифицированного спеца, пришлось научиться грамотно и точно формулировать запрос. Подбирать подходящий стиль было очень сложно. Также после получения арта ребята прогоняли его через дополнительную нейросеть, дабы увеличить разрешение картинки. Для получения первоначального арта они использовали Делли 2. Apple опубликовали Gaudi. Это технология генерации 3D сцен на основе не только текстовых подсказок, но и картинок. Пишут, что модель достаточно шустра и хорошо оптимизирована. Мы ее не тестили. Ребят, может кто-то из вас уже пробовал? Обязательно отпишитесь. Код залит на GitHub. Компания Tencent представила бесплатный сервис для улучшения качества и восстановления старых снимков. Система называется GFPGAN. Полное название даже озвучивать не буду. А оно на экране. Вообще в базу системы встроена модель существующей нейросети Nvidia StyleGAN 2. Сайт уже работает, так что закидывайте свои любимые пошарпанные фото. Adobe выпустила Photoshop 23.5. Включили возможность обработки инструмента Select Subject в облаке или на устройстве. В первом случае результаты будут точнее. К тому же теперь можно использовать нейтральные цвета для интерфейса. Вот это новость за все существование программы. Этот блок они еще добавили с фразой «Пользователи Photoshop». Мы вас услышали. Долго же к этому шли. А еще теперь можно выполнять поиск по ключевым словам. Улучшили нейронный фильтр. Harmonization. А 16-битные картинки получили больше вариаций обработки. Fluid Ninja для Unreal Engine получил обновление 1.7.5.3. Хоть оно и незначительное, все же добавили долгожданную каустику как для четвертой версии движка, так и для пятой. Приобрести Ниагару можно на маркетплейсе Unreal. Кстати, в прошлом месяце она была бесплатной в рамках халявного месяца от Эпиков. Иногда раздачи повторяются, но не факт, что она снова попадет в эту рубрику. Ну и немного халявы. Густав Велесик опубликовал на своем артстейшене основные пропорции и ориентиры для скульптинга черепа, сохранятия и напоследок для фанатов Overwatch. Сейчас вы видите работы, сгенерированные новой моделью искусственного интеллекта Stable Diffusion от Stability AI. Автор указан в описании, там же и ссылочка. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые сюжеты. Подписывайтесь к нам в телеграм-каналы. То есть в два телеграм-канала. Это там, где у нас все новости по 3D графике и все новости по нейросетям. Скоро мы запустим огромное количество различных продуктов. Закидывайте свои классные работки к нам в пост о вдохновении. Вдохновляйте других людей и вдохновляйте сами. Спасибо за просмотр и удачи, мой друг!